Добрый день, коллеги! Я всех приветствую! Вы смотрите канал ЭТИ-видео. Меня зовут Илья Рудь. Я работаю в системном интеграторе МИАТОН. И мы продолжаем нашу серию, посвященную основам операционной системы Linux. И сегодня мы поговорим про разрешения, которые устанавливаются на директориях или файлах в операционной системе Linux по умолчанию. Если помните, когда мы перемещались в прошлом видео по директориям, мы использовали утилиту ls. И если к утилите ls добавлялся ключик l, то мы могли понять, что за тип файла перед нами. Как мы это понимали? Мы понимали это по первому символу. Ну, то есть, если прочерк, то это самый обыкновенный файл. Если d это директория и l это, например, ссылочные объекты. То есть, первый символ вот в этой длинной строке, он у нас обозначает тип файла. Но это только первый символ. Если вы внимательно посмотрите, то дальше есть 7 символов или 7 бит, которые определяют разрешение на файл. То есть, если смотреть вывод ls-l, то вот эта длинная строка, она состоит из типа файла. Дальше разрешение. И, соответственно, здесь также указывается пользователь, который является владельцем конкретного файла. Группа, которая также является владельцем этого файла. Соответственно, дата последнего изменения. Ну, и самое последнее – это имя файла или директории. Так вот, как же по данному сочетанию rwx, rwx, rwx понять, кому вообще какие разрешения даются? На самом деле, в Linux существует три типа владельцев, которые и определяют по умолчанию разрешение на доступ к этому файлу. Первый владелец – это, соответственно, пользователь, который создал файл. Второй владелец – это группа. Но если вы внимательно слушали в предыдущих видео, мы помним, да, что при создании пользователя в Linux, ну, как минимум в Ubuntu, создается одноименная группа с именем этого пользователя. Ну, и, соответственно, пользователь является членом этой группы. То есть, если вы создали пользователя Вася, то у вас создается также группа Вася, где будет этот пользователь в качестве члена. И когда мы создаем какой-то файл, то мы же становимся его владельцем, и наша группа также становится его владельцем. И третий тип владельца – это другие, то есть, все остальные. Так вот, если мы посмотрим на разрешение, то все эти разрешения можно побить на три блока. То есть, первый блок, второй блок и третий блок. Первый блок описывает разрешение для владельца, то есть, для учетной записи, для пользователя, который данный файл создал. Второй блок описывает разрешение для группы. И третий блок описывает разрешение для всех остальных. Как же читать эту абракадабру? На самом деле, читать ее несложно. R – это сокращенно read, то есть, разрешение на чтение. W – это разрешение на запись write, соответственно. И X – это разрешение на выполнение, то есть, execute. Если вы видите прочерк, то в таком случае разрешение не установлено. Соответственно, сочетание этих трех вещей – чтение, запись и выполнение – по сути, дает полные права на файл. Отлично. Если мы видим прочерк, соответственно, каких-то прав нет. Ну, давайте посмотрим на директорию boot. Мы видим, что для владельца даны права чтения, выполнения и запись, а для группы даны права только чтения и выполнения. И, соответственно, для всех остальных также только чтение и выполнение. При этом, если мы будем смотреть разрешение на файл и разрешение на директорию, то они будут работать немножко по-разному. Давайте так. Если мы говорим о чтении для файла, что это значит? Это значит, что мы можем просматривать файл, копировать содержимое файла. Если мы говорим о праве чтения на директорию, то в таком случае мы можем посмотреть все файлы и скопировать файлы из каталога. Если мы говорим о праве записи на файл, то, естественно, мы можем менять содержимое файла. Если мы говорим о праве записи на директории, то мы можем удалять, добавлять файлы в данный каталог. Отлично. Если мы даем право выполнения для файла, это значит, что пользователь сможет запускать файл. Ну, естественно, если этот файл является исполняемым. Если мы даем execute выполнение на директорию, это значит, что пользователь может войти в каталог. То есть здесь вы должны понимать разницу между разрешениями на файл и разрешениями на директорию на каталог. При этом разрешения всегда находятся в определенном порядке. То есть чтение, потом, соответственно, запись и потом выполнение. Запомните, да? Первое чтение, второе запись, третье выполнение. И когда осуществляется проверка разрешения при получении доступа, то всегда проверяется, опять же, слева направо. То есть вначале проверяется, не тот ли вы пользователь, который владелец. Второе. Не входите ли вы в группу. И, соответственно, если первое, второе не сработало, то вы проверяетесь по принципу другой, то есть по последнему блоку. Давайте проведем небольшой эксперимент и кое-что попробуем. Прежде всего предлагаю определиться с тем, кто я такой в системе. Для этого существует команда WhoMy, которая возвращает вам имя ваше. То есть вы сразу можете понять, кто вы в системе. Но если для вас, например, это сейчас не очевидно по другим причинам. Если я перейду в режим Root, перейду в режим Suda, то WhoMy будет отображать уже совершенно другие вещи. Давайте я сейчас продемонстрирую. Введу Suda I, переключусь в режим повышенных привилегий и еще раз выполню команду WhoMy. Вы увидите, что далеко не всегда это будет совпадать. Итак, давайте сейчас я выйду обратно в режим. И мы с вами посмотрим, членом каких групп я являюсь. Чтобы можно было понять вообще, какие права у меня есть, неплохо бы понимать, членом каких групп я являюсь. Так вот, как это понять? Существует команда, по сути, одноименная Groups. И что мы с вами видим? Мы видим, что я являюсь членом группы iRoot, ADM, CD-ROOM, Suda, ну и так далее, и так далее. Да, это произносится именно Groups. Буквально недавно я обратил внимание, что я произношу как Group слово группу. Хотя на самом деле оно действительно кто-то меня поправило, оно читается как Group и, соответственно, Groups. Group — это ближе к глаголу домогаться или щупать кого-то. Давайте с вами попробуем создать директорию. Ну, на самом деле, все инструменты для создания директории, в частности, команда makedir или mkdir, они все достаточно простые. И, честно говоря, я не знаю, что тут особо комментировать. С ними просто нужно начать работать. Давайте с вами создадим директорию Docs. Можем большими буквами, можем маленькими буквами, как угодно. Что мы видим? Мы видим сейчас, что у меня нет права на создание этой директории, потому что я работаю не в режиме ROOTA. Возвращаюсь обратно сюда I. И хотя это не очень правильно, но для средств демонстрации будет абсолютно нормально создать директорию в корне. Давайте посмотрим. Есть у нас директория Docs. Она была создана только что в корне. И что дальше? Предлагаю зайти в эту директорию, создать какой-то файл и, соответственно, поиграться с правами. Давайте сейчас сделаем. Зайдем в директорию Docs. Убедимся, что пока в ней пусто. Итак, еще раз. Директорию я создал с помощью команды mkdir. На самом деле, если вы что-то ввели, какую-то команду, и пытаетесь вспомнить, какая она была, и хотите посмотреть еще раз, есть хорошая команда History. Ну, как и в любой операционной системе, в любом Shell, и в PowerShell в том числе, вы можете посмотреть, какие команды вы вводили. Да, и вот видите, я тут вводил всякие разные команды, что-то менял и так далее, и так далее. Вся эта история, она сохраняется, и очень-очень удобно смотреть, что вы и когда делали. Поэтому команду History тоже можете взять на вооружение. И, чтобы не выводить всю вашу жизнь командой History, можно воспользоваться History, ну и, например, не знаю, 5 последних команд. Ну и, как вы видите, я вводил ls, cd, docs и так далее. Но это, опять же, такое ответвление. Запомните, что есть History. И после History вы можете поставить число, которое будет вам возвращать последние команды, если стоит задача вернуться и вспомнить, что же я там вводил. Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что у нас есть директория docs, в которой ничего нет. Мы сейчас создадим в этой директории файл. И этот файл чем-нибудь напомним. Для этого я воспользуюсь командой cat. На самом деле, cat мы использовали для того, чтобы просматривать какие-то файлы. Текстовые, небольшие, как правило. Но в то же время вы можете использовать cat для того, чтобы создать файл и наполнить его какой-то информацией. Ну, давайте назовем файл new file и дадим ему по виндовой привычке расширение txt. Cat – значок перенаправления. Я думаю, что с этим значком все знакомы, кто работал с PowerShell или с чем-то, с командной строкой, например. Напишем hello, поставим несколько восклицательных знаков. Ну и, соответственно, закончим редактирование файла, нажав сочетание клавиш Ctrl D. Итак, мы создали текстовый файл, проверяем, действительно создан. И давайте опять же с помощью cat посмотрим, что внутри этого файла. Только обратите внимание, теперь без перенаправления. Мы видим, что есть текст в этом файле. Отлично. Теперь вернемся к разрешениям. Какие же разрешения были получены для данного файла? Мы видим, что владельцем данного файла является root. И опять же вопрос, да, почему root? Ну, потому что при создании директории, при создании файла я повышал свои привилегии для уровня root. И, по сути, та учетная запись iroot, под которой я работал, да, она была повышена. И, естественно, у меня владельцем является root. Группой является root. Замечательно. Что в разрешениях? В разрешениях мы видим, что данный файл для владельца предоставляет разрешение записи и чтения без выполнения. Ну, потому что файл невыполняемый. В данном случае это обычный текстовый файл. Для группы он дает права чтения. И для всех остальных он также дает права чтения. Не верю я этим правам. Давайте с вами попробуем взять абсолютно нового пользователя и попытаться, во-первых, прочитать этот файл, а во-вторых, внести в него изменения. Но у меня в системе нет сейчас пользователя, я хочу его создать. И для этих целей используется команда add user, например, bill. Создадим пользователя bill, нового, естественно, пользователя. Зададим ему какой-нибудь безопасный пароль. Естественно, повторяем этот безопасный пароль. И дальше заполняем некоторые атрибуты bill gates, хотя это не обязательно номер комнаты, рабочий телефон, домашний телефон, другой и так далее. То есть просто пропускаю и создаю нового пользователя. Пользователь есть. Замечательно. Теперь нам нужна какая-нибудь группа. Допустим, мы хотим создать группу. Но если add user добавляет нового пользователя, то мне кажется, очень логично, что add group будет добавлять и новую группу. Я предлагаю создать группу Microsoft. Отлично. Группа создана. Создан пользователь. И теперь хочется этого пользователя добавить в данную группу. Ну, сразу же так сделаем. Как добавить? Если мне не изменяет память, для этого используется user mode и ключик A, маленький EG. Где далее мы указываем с вами имя группы. Указываем Microsoft. И дальше имя нашего пользователя. Пользователя зовут Bill. Вроде бы команда отработала, но опять же, а как проверить? Если вы выводите groups, то он вам показывает, в каких группах состоите вы. В данном случае я под root, я состою в группе root. Но если мы добавим сюда, только у нас не Вася, да, информацию о другом пользователе Bill, то мы увидим, в каких группах состоит конкретный пользователь Bill. И мы видим, что Bill находится, ну, кроме своей родной группы, в группе Microsoft. Итак, что мы с вами сейчас сделали? Мы создали директорию, создали файл. Увидели, что, по сути, на этот файл есть права только у рута, а у всех остальных, соответственно, на чтение. После этого добавили нового пользователя, создали ему группу, добавили его в группу Microsoft. Ну и теперь давайте попробуем подключиться под Вася и прочитать этот файл, может быть, его изменить. Открываю параллельно еще одно подключение SSH и вхожу под пользователем Bill. Надеюсь, меня сейчас пустит абсолютно нормально. Замечательно, меня пустило. И с чего начнем? Давайте начнем с того, что зайдем в директорию docs. Посмотрим, есть ли там файл. Да, я смог зайти в эту директорию. Вижу данный файл и попытаемся его прочесть. Cat new file. Как мы видим, считать мне удается без каких-либо проблем. И это нормально, потому что для всех остальных, как вы помните, там было право на чтение. Давайте параллельно в Shell выведем еще раз разрешение. И что мы видим? Мы видим, что для третьей группы, для группы всех остальных, установлено право на чтение. Соответственно, Bill только по этой причине и может читать. А может ли он редактировать? Ну, давайте проверим. Нам понадобится какой-то редактор. Народ очень просит V, ну, когда-нибудь до него и дойдем. Но мне кажется, более простой вариант это использовать консольный редактор Linux Unix, который называется Nano. Более того, если мы говорим про Ubuntu, то он встроен по умолчанию. Опять же, не нуждается ни в какой дополнительной конфигурации. Его можно использовать прямо сейчас. Итак, я указываю, что хочу через Nano открыть new file txt. И что мы с вами видим? Мы видим, что есть файл. Да, я могу даже попытаться внести туда какие-то изменения. Но при попытке Ctrl X, когда мне предложат, хочу ли я сохранить информацию, сохранить не удастся. Давайте с вами проверим, могу ли я сохранить. Нет, не могу. Что он мне пишет? Permission denied. Разрешений у меня нет. Нет, придется, соответственно, выходить с этого редактора. Все, сохранить изменения не могу. Нормально? Нормально. Так и должно быть, потому что разрешение у меня на чтение. Для изменения стандартных разрешений нам понадобится команда чмод. Ну, то есть программа, которая позволяет менять вам права доступа к файлам, каталогам. И вы можете использовать команду чмод. Кстати, я не знаю, как она правильно произносится, но мне кажется, чмод. Не очень благозвучно на русский язык, но может кто-то подскажет, как ее произносят правильно. Специально сейчас во время записи поставил на паузу и пошел на хороший сайт юглиш, где вбил чмод и посмотрел, как ее произносят англоговорящие. Они произносят точно так же, только чуть более долго. Чмод. Кстати, очень хороший сайт, если кто не пользуется юглишем. И когда вы хотите посмотреть, и точнее послушать какое-то произношение из реальных видео, настоятельно рекомендую. Так вот, данная программа, она может работать в двух режимах. В символе или в символическом режиме и в абсолютном. В чем принципиальная разница? В абсолютном режиме вы, когда даете разрешение, используете числовую форму. Ну, точнее, восьмеричную систему, то есть с одного до восьми. В этой системе каждое право, оно вам, оно выражается в определенном числе. То есть чтение это 4, соответственно, запись write это 2, x это execute, выполнить. Ну и 0, соответственно, это отсутствие каких-либо разрешений. Поэтому, когда вы даете права, вы указываете число 4, 2, 1, либо сумму тех разрешений, которые вы хотите получить. То есть 7, это значит право чтения плюс записи плюс выполнение. Если ставите просто 4, ну, значит на чтение. Если 4 плюс 2, значит чтение плюс запись и так далее, и так далее. На мой взгляд, абсолютный режим с вот этой числовой формой, он, ну, значительно более удобен. Давайте продемонстрирую, что я сейчас хочу сделать. Во-первых, я хочу поменять группу, которой даны права, или группу владельца на моем файле, как он у меня называется, я уже забыл, new file. А потом дать права этой группе на запись. Итак, для начала мы возьмем с вами changegroup, так называемую команду, которая chgrp. Дальше укажем с вами, какой группе, какую группу мы хотим сделать владельцем какого файла. Группа у нас называлась Microsoft, а файл у нас назывался new file. Давайте проверим, что эта команда отработала, и у нас действительно группа Microsoft стала владельцем. Но все равно члены этой группы имеют права на чтение. Почему? Ну, посмотрите внимательно. Потому что второй блок у нас только R, только чтение. Отлично. Группу поменяли, а теперь меняем права. Права меняются с помощью команды chmod. Как chmod, да? Правильно. И дальше мы числами задаем, какие права будут. Например, мы хотим, чтобы у владельца были полные права. Ставим семерку. Почему семерка? Потому что семерка это чтение 4 плюс запись 2 плюс выполнение 1. Получается 7. Дальше мы хотим дать права группе владельца. И хотим дать права на чтение плюс запись. Какую цифру должны поставить? Ну, соответственно, 6. Всем остальным мы хотим дать права только на чтение. Соответственно, ставим четверку. Ну, и при выполнении этой команды не забываем указать, на какой файл мы меняем наши права. Итак, вроде бы все выполнилось нормально. Проверяем. Итак, первое. Владелец, которым является пользователь root, даны полные права. Read, write, execute. Для группы Microsoft даны права read, write. Для всех остальных только read. Проверим с вами. Для этого я, опять же, возвращаюсь под пользователем bill. И мы еще раз с вами попытаемся с помощью редактора nano открыть new file txt. И здесь пишем hello. И ставим восклицательный знак. Ну, и дальше ctrl-x. Говорим, что мы хотим сохранить изменения. Все изменения сохранены. Проверим, так ли это. Возьмем команду cat уже под нашим пользователем root. И посмотрим new file txt. Соответственно, под hello появилось hello. И это значит, что пользователь Bill Gates получил права как член группы Microsoft. И смог внести изменения. Я думаю, что большинство людей, которые не работали с операционной системой Linux, в данный момент могут мне задать вопрос. Что за дичь я сейчас показываю? А как сделать, если мы хотим одной группе дать право на чтение, другой группе дать право на чтение и запись, а третьей группе, там, не знаю, еще какие-нибудь права, да, дополнительные. Как сделать много разных групп с разными правами? Так, как мы делаем изо дня в день в файловой системе NTFS, в операционной системе Windows. Вот, используя данную концепцию, которую я показал за последние 20 минут, ту концепцию, которая была разработана 50 лет назад, если не больше, никак. Для того, чтобы делать нормальные разрешения как Windows, вот этой схемы недостаточно. Нужно будет использовать access control list, и которые позволят заменить вот эту стандартную схему полномочий пользователей группа остальные. Ну, а сейчас, я надеюсь, если вы увидите такую строчку, то она у вас не вызовет никаких сложностей. Вы сразу поймете, что это права для владельца, для группы владельца и для всех остальных. Ну, естественно, уже будете знать, как легко поменять группу, как изменить разрешение, как поменять владельца. Ничего сложного в этом нет. На этом третья часть заканчивается. Я очень постараюсь в следующее воскресенье выпустить следующую часть данной серии. Но, честно говоря, не обещаю, потому что идет подготовка к курсам. В частности, уже совсем чуть-чуть, две недели осталось до старта курса Exchange 2019, Exchange Online и гибридный сценарий, который будет проходить вживую. Плюс я сейчас переделываю лабораторные работы под все курсы, которые были созданы 3-4 года назад. Обновляю их до новых версий, ну, для своих онлайн-курсов. Поэтому времени, к сожалению, нет. Итак, коллеги, всем большое спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.